Добро пожаловать на канал Охотники за впечатлениями и сейчас вы увидите обзор этнокурорта Супара Чун Курчак. Пожить в Супаре мы решили в юртах, вообще на самом деле мне кажется это довольно атмосферно, пожить в юрте в горах зимой, ну прям самое национальное что можно придумать. Вот так выглядит наша юрта снаружи, сейчас вам покажу как она выглядит внутри, а помимо юрты здесь есть еще развлечения, стрельба из лука, катание на лошадях и банька. Посмотрим что мы успеем за два дня, ведь рядом горнолыжка возможно мы все время там и пропадем. Пойдемте. Ну что, давайте покажу вам домик в котором мы будем ночевать следующие два дня. Я сказала домик, это же юрта и это заметно сразу, по крайней мере потолок. И можно очень долго любоваться в таком этно стиле, по-моему очень атмосферно. Кстати, мы сейчас находимся в главной комнате, в принципе это единственная большая комната, дальше мы пройдем еще в кухню. Здесь стоит большая кровать, у которой нет разделенного матраса, то есть матрас единый большой, это для нас как для пары, очень здорово. И по поводу матраса он мягкий, наконец-то. путешествия по Бешкеку мы встретили, ну мы жили в разных номерах и отелях и всегда был только очень жесткий матрас. Так что здесь как только мы приземлили попку, мы сразу таки успокоились. Дальше, что здесь у нас есть еще? Здесь гардеробная, но показывать я вам не буду, потому что у нас там уже стоят чемоданы и разные наши шмаки. очень красивая картинка, на самом деле мне как любителю ручной работы и всем подобное это очень понравилось. Однако я хотела бы обратить ваше внимание не только на вот эти вот разные символы, но и на сами стены. Мне было любопытно, потому что эти стены мягкие, как будто бы, ну то есть вот здесь разные волосики, как будто что-то такое, как будто бы это, не знаю, с шерстью добавлено или еще что-то. Обязательно точно у администрации, потому что выглядит очень атмосферно. Ну и намного интереснее, чем какая-то декоративная штукатурка. Если бы мы взяли с собой кота, он бы наверное нанюхался и сошел с ума. От счастья с этими стенками все бы искоцал. Кстати, в этом домике-юрте есть такой небольшой котел, который можно использовать. О, тут кстати можно готовить сверху. Смотри, тут плиточка есть, можно готовить. И представляете, вечером, когда будет уже темно, холодно, здесь стеклянные крышечки. Я очень надеюсь, что будет видно и слышно, как трещит костер, когда мы его зажгем. Надеюсь, нам все-таки его разрешат зажечь, потому что в каждой из комнаток есть электрические обогреватели, а хочется все-таки заснуть в отрезок камина. Пойдемте на кухню и покажу вам самый инстаграмный вид, где именно это происходит. Готовы? В инстаграмах всех, кто был в Супаре и у самой Супары, вид именно отсюда, что человек просыпается и сразу видит вот эту красоту. Но спальня-то там и кровать там. Почему такой вид? Я не понимаю, почему все говорят, что типа спать здесь, хотя здесь лежит матрас и безусловно здесь можно спать. Но позиционируется это как вместо стульев, скамьи, чтобы посидеть, попить чаечек с таким прекрасным видом, что тоже неплохо, кстати. И в принципе на этом матрасе спокойно можно поспать еще вдвоем, то есть заселиться в домик вчетвером возможно. Мы отдали сейчас за две ночи 18 тысяч сом, у нас сейчас курс один к одному, поэтому в рублях тоже самое. Вот, то есть 9 тысяч за ночь. Если добавляется один человек, не помню, по-моему, 3 тысячи сом за ночь. То есть в принципе вы можете сэкономить, поехать с друзьями и кто-то будет спать здесь на матрасе с таким прекрасным видом, а кто-то на большой кровати. Все на ваше усмотрение. Домики находятся в ущелье среди гор, именно поэтому виды здесь открываются невероятные. По дороге сюда мы любовались природой и местными жителями. Однако все оказалось не так гладко, хотя нет, чересчур гладко. В общем мы заглохли. Ну как заглохли, дорога раскатанная, один лед в горы ехать. И мы вот сейчас стоим, наша машина, и там еще парочку машин, которые просто доезжают до поворота и соскальзывают обратно вниз. В итоге позвонили сейчас в Супару, машина едет, обещаю минут через десять приехать на внедорожники и забрать нас. А пока мы пытались только ее толкать, не получилось. Но тоже всякое бывает, это горы, это снег, это лед. Такая вот погода в горах непредсказуемая. В итоге за нами все-таки приехала машина, такой вот минивэн белый, сейчас там за машиной другой, который пытается проехать. Так что едем дальше в горы, до Супара Ченкурчкака. По дороге нам рассказали, что означает название отеля Супара. Старые наши предки, вот раньше, кочевали же, из кожи, с кожи баранов или овечек делали скарпит. Скарпит? Скарпит. Скарпит. Да, а что такое скарпит? Скарпит. Ну, как это на русском? Как это на русском? Как это на миске? Сейчас, на стол же вот положишься? Скарпит. 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 Скарпит, да? Все, понятно. Скарпит. Вот это, на кожу вот еду собрали, и все там съели, и на кулечках появились. Другой кочеваль. Вот. Вот эта кожа называется Супара. Да, Супара. Ммм, то есть как раз для кочевников? Да. Ясно. Спасибо большое. А мы даже не задумались, да? Что это такое? Можно просто подумать, что красивое название. Территория довольно большая, можно гулять не только между уровнями юрт, но и спуститься к другим отдельно стоящим домикам. Здесь вы можете покататься на лошадках, на тюбинге или, как мы, пострелять из лука. Пару лет назад я уже пробовал стрелять из лука. Правда, тогда мне прострелили колено. Это было случайно от мастера, который мне показывал, в принципе, как это делается. Сейчас попробуем, насколько руки помнят. Вау! Круто! Руки помнят. В жопку коня ты бы попал. Вау! 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 Вот я вроде не курию, а все равно непривычно, девушка подниматься, да? Может закрыть, может легче будет? Идем в горнолыжке к себе домой отдыхать. А тут сюрприз. Смотрите. Доставка. Мы сначала подумали, что это мусор кто-то там повесил. А это свежая доставка. Получается, здесь новые зубные щетки, туалетная бумага, чай, кофе и вода. На самом деле, без тетей очень неожиданно. И приятно. Спасибо. Сейчас мы идем в ресторан на завтрак. Завтрак формата шведский стол. Вчера мы уже были на завтраке, и он нам понравился. Очень много и национального колорита присутствует, если вы хотите взять какие-то, попробовать местные блюда. и в то же время обычной европейской кухни. Особенно мне понравилось, что здесь жарят омлет с овощами или без, но прям при тебе горяченький и есть кашка. Магазин сувениров и вот такой красивый ресторан. Мне очень понравились вот эти столы из дерева, которыми можно прям залюбоваться. Очень атмосферно, тут очень много мини-декораций. Юрта, видимо, она освещается под цвет ночник. И вот так выглядит шведка. Мы прошли рано, поэтому ее еще очень много. А вот главный зал. Оформлен тоже в стиле юрты. Но мне кажется, что украшения свадебные больше. Но не знаю, тут на любителя. Можно подумать, что это снежные сугробики эти, снежки. Вот этот зал большой, но не такой уютный. Но, тем не менее, он большой есть. Так-то нам больше нравится именно вот этот зал. Что-то очень атмосферно. Этот момент, когда пришлось поработать дополнительно гардеробщицей в чужой стране. Все докатилось. Люда докатилась. Не зря себе зря. Не зря. Не зря. Ну ладно. Можно. Рум-тур домика я вам показала, но не рассказала про парочку нюансов, которые мы обнаружили только спустя пару дней проживания. Итак, во всех домиках на данный момент не работают телевизоры. Мы не обнаружили пульт, удивились, позвонили на ресепшен. Они такие, а, да, во всех домиках телевики не работают. Такие, ну, странно. Ну ладно. Хорошо. А где пульт от кондиционера? Они такие, ну вот наверху там берите. Оказалось, что кондиционеры тоже не работают. Просто сломался. Плюс есть огромная разница между домиками. То есть, стоимость одинаковая. Есть, конечно же, домики двухкомнатные, более лакшери, да. Но вот мы, к примеру, с друзьями сняли домики по одинаковой стоимости. А у них он как будто бы более уютный, более такой приятный. Там приятнее находиться, чем в нашем. В принципе, вы скоро сами все увидите. Мы сейчас вам покажем разницу. Вот. А еще есть один очень интересный момент. Фундамент домиков разваливается. Скорее всего, это не помешает вам и не прокинет домик, когда вы будете спать. Но, тем не менее, это немножечко напрягает. Когда ты просто проходишь мимо своего домика, увидишь, что там огромная-огромная трещина. И камни или там кирпичи, что это такое, оно у тебя просто отсутствует. Ну, это немножечко вводит в диссонанс. Кроме того, развлечений здесь никаких нет. Есть тюбинг, вы можете покататься. Есть еще стрельба из лука. Она входит, кстати, в стоимость проживания. Тюбинг не входит. Вот. Есть баня. Довольно дорогая. Четыре тысячи сом. Минимальная цена за два часа с двоих человек. Если хотите еще дополнение, еще по полторы тысячи за человека. И как бы все. Больше ничего нет. Мы не встретились здесь в Новый год. Мы приехали сюда 1 января. И на самом деле мы рады, что мы поступили именно так. Не уверена, что нам было бы чем тут заняться несколько дней. Хотя доехать до горнолыжки за 500 сом туда-обратно двоих нам понравилось. Сегодня я пришла в гости к своим друзьям и покажу вам отличия наших домиков за одну и ту же цену. Во-первых, здесь вся картина, более так облагороженная что ли. И на окне нет вот такой вот параллельной створки. Из-за этого окно окажется более панорамным. Тут еще есть декор. И вид открывается более бомбический, потому что ему ничего не мешает. Следующий момент в домике это вот такой вот декор на кровати. Это палантин. Придает очень много такой дополнительной атмосферы. Панно. У нас тоже есть панно. И сверху декор украшения. Мне кажется спать под таким очень уютненько. Также здесь задекорирован бак для горячей и холодной воды. Из-за чего это прямо не вбывается и смотрится замечательно. Также у нас отличаются занавески. Здесь вот такая вышивка, нашивка я бы сказала. И занавески светлые. Из-за этого домик кажется более светлым и объемным. А также имеется декор. Новогодний. Потому что стоит олень. Я бы сказала, что он новогодний. Хотя в принципе он может подойти и летом. Вот и все. На самом деле отличий довольно немного. Но они для нас были существенными. А насколько они существенны для вас решать вам. Но при заселении я думаю, что можно об этом сказать. О том, что вы хотите именно такой домик. Или такой. Или если вам это не важно, то мы за вас рады. Несмотря на все минусы, мы рады, что побывали в таком атмосферном месте. Еще и рядом с горнолыжкой. И съездить сюда мы вам рекомендуем. Субтитры сделал DimaTorzok